Всем привет, с вами Ирина Корнева. Сегодня мы с вами поговорим, что будет, если думать об окупаемости свадьбы. Готовы? Погнали! Ну, на самом деле, произойдет много что. Сегодня мы обсудим те пять пунктов, которые 100% случатся с вами, если вы действительно всерьез будете думать о том, чтобы окупить свадьбу. И первое это, к сожалению, свадьбы не окупятся. Вы знаете, вот говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я не знаю, как это работает, почему так получается, но так получается абсолютно всегда. Это работает на 100%. Это именно тот случай, когда вы целью ставите окупить мероприятие, выйти в плюс, то судьба 100% над вами пошутит, сделает так, что не получится. Произойдет все, что угодно, но свадьбы не окупятся. Ну, вот, кстати, вот, дорогие мои невесты, напишите в комментариях, у кого свадьба уже прошла, окупилась она у вас или все-таки нет? Может быть, вы рассчитывали, что она окупится, она окупилась у вас в тройне, кто знает, напишите в комментариях, мы почитаем. Итак, второе. На вашей свадьбе, скорее всего, будут чужие вам люди. То есть, как обычно рассуждают молодожены, которые хотят окупить свою свадьбу? Я на свою свадьбу приглашу богатого папиного друга, который работает директором завода, или какого-нибудь певца, какого-нибудь артиста, или где-то там какую-нибудь седьмую воду на киселье. У меня где-то там в родне, а может быть, даже не в родне, а где-то у знакомых через пятое колено, есть какой-нибудь знакомый депутат, который наверняка очень богатый, который наверняка подарит много денег. Или я приглашу начальника с работы, потому что он тоже очень обеспеченный человек, и он наверняка принесет очень много денег. То есть, получается так, что вы не общаетесь с этими людьми, вы, в принципе, никогда не пересекаетесь с этими людьми. Но тут вы приглашаете этого человека на свою свадьбу, по сути, абсолютно чужого для вас человека, который не знает никого на вашем мероприятии, которого никто не знает на вашем мероприятии. Но вы-то думаете, что вот он богатенький гость, что он точно больше всех подарит вам, что это тот гость, который вам полсостояния принесет и положит в конверт, а вы с этим полсостоянием, возможно, даже в мешке, уйдете вечером пересчитывать этот толстенький конверт. Так вот, бывает такое, что как раз-таки эти люди в принципе дарят пустые конверты или дарят сумму настолько незначительную, что эта сумма меньше, чем сумму, которую дарят бедные, но близкие вам люди, бедные, но родные вам люди. В общем, чтобы не было пустых конвертов, нужно приглашать родных, нужно приглашать близких вам людей, тех людей, которым не все равно на вас, которым важно, чтобы вы были счастливы, для которых ваша свадьба имеет какое-то значение. А чтобы составить удобный список гостей, как раз-таки таких, которым важно ваше мероприятие, которые ждут вашего события, и с которыми такой список гостей, с которыми можно было потом удобно работать, я рекомендую составлять его на свадебном портале Event4Me. Итак, как можно это сделать? Вы заходите на свадебный портал, попадаете на главную страничку свадебного портала Event4Me, дальше регистрируетесь на портале и заходите в личный кабинет. Я уже зарегистрировалась, соответственно. Попадаем в личный кабинет, и здесь есть вкладочка «Список гостей». Прежде чем добавить гостя, вам нужно добавить события. Вы добавили события, написали в этом событии дату своего события, написали время начала окончания, и даже предложение по меню написали, которое в дальнейшем будет у вас в списке гостей. Дальше вы добавляете гостя, допустим, Ирина Корнева, выбираете группу «Стол 1». Это взрослый человек, который приедет один без ребёнка. Если гость хочет приехать с ребёнком, соответственно, вы можете написать, что да, гость хочет приехать с ребёнком, он возьмёт с собой одного человека, одного ребёнка, имя ребёнка, допустим, Татьяна, допустим, да, это ребёнок, и добавили. И вот у вас уже за первым столом появился как раз-таки человек, Ирина Корнева, которая приедет с Татьяной, и которую вы можете тут же пригласить. Если вы делаете сайт приглашения, то можно легко отправить гостям из вашего списка приглашения, ну, ссылку на сайт приглашения, где человек может сразу же подтвердить своё присутствие и может выбрать меню, и у вас в списке гостей это отобразится. То есть условно, вот я отправляла приглашение, да, два человека приняли, то есть как только человек принимает приглашение, вот отправили ссылочку на сайт приглашения, человек прошёл там тестирование, принял, и вот эти люди, они попадают вот сюда, в отдельный списочек, и в этом списочке уже видно, кто принял ваше приглашение, кто отклонил приглашение, и что человек будет кушать. То есть он сразу же может выбрать, что он будет кушать. То есть в дальнейшем вы можете спокойно это всё экспортировать в табличку Excel, всё в одном месте, это не нужно делать просто там вручную, да, это всё в одном месте, причём совершенно бесплатно. Заходите на сайт event4me и составляйте список гостей именно тех людей, которые действительно близкие, которые действительно родные, чтобы не было пустых конвертов ни в коем случае. Все ваши гости будут знать, что вы хотите окупить свадьбу. С чем это связано? Ну, я уже как-то записывала видео на тему, как обобрать гостей до нитки. Если вы не видели ещё это видео, обязательно посмотрите, оно достаточно смешное получилось, и, в общем-то, достаточно правдоподобное, потому что это всё основано на реальных событиях. Штука в том, что все ваши действия, все ваши разговоры будут направлены, и в них будет читаться, что вы хотите окупить эту свадьбу. И программа вашего вечера, скорее всего, будет строиться таким образом, чтобы как можно больше гостей отдали денег, чтобы как можно больше поборов было с гостей. Гостям постоянно нужно будет что-то покупать, за что-то платить, на что-то скидываться. То есть всё абсолютно будет завязано на деньги, и, естественно, все гости будут это понимать, это всё будет прекрасно считываться. Ну, в общем-то, такая себе история, да. Если у ребят есть вот эта вот цель глобальная, да, хочу окупить свадьбу, хочу, чтобы всё продавалось, хочу, чтобы каждый кусочек торта, чтобы каждая там деталька, каждый аксессуар, каждая там ложка, да, чтобы всё продавалось. И всё это превращается, знаете, в такой условный бизнес-проект, который не всегда приятен людям, вашим близким людям, которые считывают это и прекрасно это понимают. Будет разочарование. Скорее всего, будет разочарование. Вы сильно разочаруетесь, что, слушая поздравления гостей и тосты, наблюдая, как копятся ваши подаренные конверты, вы будете думать, как постепенно окупается ваша свадьба. А после банкета вы с нетерпением, сидя на кровати перед сном, будете пересчитывать, сколько же вам подарили денег, сколько же всего там насобиралось. И какое же будет ваше глубочайшее разочарование, когда вы даже половину суммы не наберёте. Понимаете? И при всём при этом вы начнёте плохо думать про ваших гостей. Вот, ёлки-палки, пустой конверт, или вот мне подарили всего 1000 рублей, а вот здесь 500 рублей и так далее. Вы знаете, была однажды такая история интересная, когда ребята настолько планировали окупить свою свадьбу, настолько они посчитали и рассчитали всё, какую сумму им подарят гости, что они даже распланировали рассчитаться с фотографом и видеографом на своё мероприятие. Когда пришло время рассчитываться за фотографа и видеографа, свадьба в этот момент продолжалась. Ребята взяли свой сундучок с подарками, шкатулку с подарками, и ушли в номер для того, чтобы пересчитать деньги и как раз-таки какую-то сумму отдать за фото-видео. И какое было разочарование у молодожёнов, когда они открывают конверты, какая-то часть конвертов пустая, а они, кстати говоря, очень рассчитывали на то, чтобы окупить свадьбу, и как раз приглашали гостей в том числе, и таких, которые должны условно были подарить большую сумму денег. В итоге ребята переводили деньги с кредитной карты на выходе. Вот всё сработало абсолютно ровно так, как я рассказываю. То есть действительно всё получилось так, что разочарование, ничего не окупилось, и более того, ушли далеко в минус, потому что рассчитывали, что этими деньгами они рассчитаются с фотографом-видеографом. И вот представьте картину, вот невеста сидит на кровати, пересчитывает эти деньги, фотограф в этот момент сидит, ждёт, когда же ему там оплатят за его работу, а гости в ту же секунду веселятся, радуются и танцуют под кавер-группу, потому что свадьба продолжается, и невеста абсолютно злая, расстроенная, разочарованная, говорит, вот они сволочи, вот они там танцуют, пришли тут на халяву. То есть понимаете, настолько разочарование, испорченные отношения с гостями, потому что она же не знает, кто конкретно подарил маленькую сумму или вообще в принципе не подарил эти деньги. И то есть разочарование во всём, разочарование в неизбывшихся ожиданиях, в гостях, в принципе во всём этом. Поэтому здесь, конечно, такая себе история, знаете, рассчитывать на то, что гости надарят конкретную сумму, ещё и поделить эту сумму ещё до того момента, как вы её получите. Ну и пятый заключительный пункт, что будет, если вы рассчитываете на то, что гости окупят вашу свадьбу, ну, скорее всего, не будет никакой душевности, где, скорее всего, свадьба будет, ну, без души, так скажем. Учитывая все вышеизложенные пункты, у вас не получится, скорее всего, душевной свадьбы. Вот что такое для меня душевная свадьба? Для меня душевная свадьба – это когда я нахожусь в такой среде, где все мои родные, где все мои близкие, где я не думаю о присутствующих, не думаю, сколько я получу, и какую выгоду я получу из тех людей, которые пришли сегодня на моё мероприятие, да, где я думаю, что здесь сегодня собрались те люди, с которыми мне просто хочется побыть рядом, мне просто хочется с ними разделить вот этот праздник, разделить вот этот день, мне просто хочется, чтобы они были, вне зависимости от того, подарят они что-то мне или не подарят, мне просто хочется, чтобы эти люди были вот здесь, прямо сейчас, рядом со мной. Для меня душевная свадьба – это когда ты не думаешь о том, что тебе нужно быть не тем, кем ты являешься на самом деле, да, когда ты не думаешь о том, что так, вот сейчас этот человек уйдёт, и я смогу расслабиться. Я знаю истории, когда ребята приглашали на свою свадьбу там какого-то высшего, там какого-то начальника, там высокопоставленного там какого-то, да, какого-то генерального директора, и жених не мог танцевать всю свадьбу, потому что он стеснялся этого генерального директора, он стеснялся этого начальника, и он сидел, и так, ну всё, и у него гости спрашивают, ну что ж ты не танцуешь? Он говорит, ну сейчас вот, Сергей Петрович уйдёт, и я буду танцевать. А Сергей Петрович не собирался уходить никуда, Сергею Петровичу было весело, и он танцевал и гулял до самой поздней ночи, а жених так и просидел всю ночь, потому что он приглашал Сергея Петровича для того, чтобы Сергей Петрович как раз-таки свои полсостояния, чтобы отдал жениху. Не знаю, чем закончилась вся эта история, отдал ли Сергей Петрович полсостояния или нет, но то, что у жениха свадьба получилась как, знаете, такой неудавшийся корпоратив, когда человек просидел всю свою вечеринку ровно на месте, потому что стеснялся на следующий день выходить на работу. Ну такая себе история. И вот для меня всё-таки душевная свадьба, это не так, что я пригласила кого-то, потому что у него есть деньги, потому что он у сестры на свадьбе подарил там какую-то крупную сумму или потому что он начальник Газпрома. Для меня всё-таки душевная свадьба это уютная, прежде всего, свадьба, где я не думаю о финансовой выгоде, а думаю о том, что мне хорошо быть вот с этими людьми рядом. Мне хорошо, что они сейчас со мной. Мне хорошо, что я могу с ними пообщаться. Мне хорошо, что они приехали, возможно, издалека. Подводя итог, я хочу сказать, что если вы будете думать о том, окупится моя свадьба или нет, то, скорее всего, это будет провальный, откровенно провальный бизнес-проект с испорченными отношениями с вашими родными и близкими. Поэтому большая моя рекомендация, готовясь к своей свадьбе, думать не о деньгах, а думать о том, что это событие, которое вы делаете прежде всего для того, чтобы собрать всех близких, родных, любимых людей в одном месте, чтобы они разделили с вами вот это вот счастье, создание новой семьи. И вот тогда, вот как раз-таки, если вы будете думать об этом, будет и окупаемость, будет и свадьба хорошая, будут и отношения хорошие, будет и весело, и здорово. То есть сработает всё ровно наоборот, ровно наоборот, нежели если бы вы думали про окупаемость свадьбы. Ну что ж, мои дорогие, давайте закругляться, надеюсь, что вы меня услышали и надеюсь, что вы поставили для себя галочки, что всё-таки свадьба это не бизнес-проект, а всё-таки это день, когда близкие приезжают к вам для того, чтобы поздравить вас с вашим хорошим событием, может быть, даже приезжают к вам с каким-то незначительным подарком, может быть, даже приезжают к вам просто с букетом цветов. Да какая разница, в общем-то, да? Близкие же они не для того, чтобы деньгами вас снабжать, а для того, чтобы просто быть рядом, для того, чтобы просто обнять вас и поздравить с тем днём, к которому вы так долго готовились. Всё. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин